Привет! Поговорим о самых актуальных трендах в интерьере в этом году. Не забудь подписаться, у нас много интересного. В первую очередь, это экологичность. Тут важны натуральные материалы. Популярны сейчас натуральное дерево, натуральный камень с неровной текстурой, мрамор, коникс и их качественные имитации. Эти материалы используются для отделки и декорирования стен деревянными и каменными панелями. Для отделки полупаркетом и паркетной доской. Для изготовления мебели. Камень и мрамор могут использоваться в качестве материала для столешницы кухонного гарнитура. Также сейчас популярна мебель и декор из ротанга. Она экологично, безопасно и передает помещению уютный, расслабленный вид. Современные технологии подарили нам такой износустойкий материал, как SPC-плитка. Она является более современной и безопасной версией кварцвинила. Плавная и текучая форма – еще один популярный тренд в дизайне интерьеров 2024 года. Это касается и мебели, и декора, и даже изгибов стен. Еще один модный экологичный тренд – зеленые стены из растений. Помимо того, что это красиво, это еще очень полезно. Ведь живые растения отчаяют воздух в помещении и насыщают его кислородом. Мягкий минимализм. Это новое переосмысленное прочтение минимализма классического. Он более теплый, мягкий и домашний. В интерьере преобладают теплые тона – бежевый, персиковый, золотистый, коричневый. Мебель и аксессуары имеют плавные, округлые и изогнутые формы. В помещении предусмотрено мягкое многоуровневое освещение со встроенными светильниками, контурной подсветкой потолков, стен и панелей, точной подсветкой отдельных зон и предметов. Атмосфера домашнего уюта создается за счет большого количества текстиля – покрывал, подушек, пледов и ковриков. Тихая роскошь. Этот тренд не является чем-то принципиально новым. Вместо показного богатства – неброский, сдержанный аристократизм, проявляющийся в деталях, в премиальных материалах, сделанных на заказ мебели, антиквариатии и произведениях искусства. Ретро-стиль. Придать интерьеру нотке старины можно как при помощи стилизации, например, сделав ремонт в силе нужной эпохи, так и при помощи винтажных деталей. Антикварные мебели, светильников, украшения, фурнитура. Рельеф и фактура. В моде неровные поверхности и тактильно приятные материалы. Дерево, камень, матовая керамика, текстурированная штукатурка, мех, эко-кожа, уютные теплые шерстяные ткани. Инновационные технологии. Системы типа «Умный дом» могут сделать жизнь намного комфортнее. Они позволяют дистанционно включать и выключать свет, открывать шторы, включать чайник или музыку и контролируют происходящее в доме. Парящая мебель – предметы-трансформеры, например, диван из отдельных блоков. Первый в сезон популярностью пользуются кровать-трансформер, убирающуюся в стену. Подвесная мебель также на пике популярности. Если сделать по нижнему краю подвесной мебели подсветку, получается эффект парения, который делает весь интерьер более легким и невесомым. Прозрачные перегородки и занавески. В 2024 году актуальными трендами стало использование стеклянок прозрачных перегородок и легких занавесок. Перегородки могут быть раздвижными, распашными или стационарными. Самый удобный вариант – перегородки из умного стекла, которые в случае необходимости становятся матом и обеспечивают уединение. Еще одним вариантом зонирования стали шторы и занавески. Например, с помощью плотной занавески можно условно изолировать нишу или эркер с креслом для чтения. Скрытые ниши. В них можно убрать все, что нужно спрятать в посторонний глаз. Например, кухня или шкаф с посудой. При желании можно спрятать целую комнату. Например, кладовую или гардероб. Золотистый металл и цветное стекло. В моде золото, латунь, бронза, а также растрированный крашеный металл. Это могут быть дверные ручки, мебельная фурнитура, стойки, держатели светильников, фурнитура для сантехники. Цветное стекло также возвращается в интерьеры в этом году. Цветные полупрозрачные вставки в дверях и зеркалах, яркие люстры и витражный абажур. Например, посуды, вазы, предметы декора оживят интерьер любого. Возможно, какие-то из этих идей придут с вам по душе, и вы захотите использовать их в своем интерьере. Если вы пока не определились или не знаете, как лучше интегрировать понравившуюся идею в интерьер, лучше обратиться к дизайнерам. На этом закончим. Верю, у вас все получится. Подписывайтесь и ставьте лайки. Если поделитесь своим мнением, буду рад.